Межсезонье НБА не за горами, а это означает, что каждая из команд лиги получит возможность обновить свои составы, залатать дыры или же дополнить свои таланты новыми подписаниями. Помимо драфта НБА, наверное самое интересное в мире ассоциации, это разумеется рынок свободных агентов. Конечно, не всегда бывает так, что сразу несколько топовых звезд лиги становятся открыты для новых переговоров. Частенько на лето выпадают откровенно слабые тиры легитимных для этого игроков. Тех игроков, которые имеют возможность сменить свою клубную прописку. Не просто хороших баскетболистов, а реальных звезд НБА. Это лето нельзя назвать каким-то сверх ожидаемым в данном плане. Однако оно далеко не худшее с точки зрения интриги и тех парней, которых хотят заполучить многие клубы НБА. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола. С вами как всегда канал Оранжевый Мяч. И сегодня я подготовил для вас список из 10, на мой взгляд, лучших потенциальных свободных агентов этого лета. Баскетболистов, которые с той или иной долей вероятности могут сменить свои команды и взорвать тем самым медийное пространство лиги. Перед началом попрошу вас поставить лайк и не забыть подписаться на наш канал. Это очень важно. Попрошу вас собрать 800 больших пальцев вверх. Вы мне тем самым поможете. Надеюсь на вашу поддержку. А спонсором нашего сегодняшнего ролика является прекрасный баскетбольный магазин Get a Basket Shop. Огромный ассортимент баскетбольной атрибутики, продукции различных брендов, будь то Nike, Jordan или даже Not Face. 7-летний опыт работы в данной области. Отменное качество, своевременная доставка и отзывчивый продавец – это именно то, с чем вы столкнетесь при покупке в данном магазине. А для того, чтобы выбрать что-то для себя и сделать заветный заказ, вы можете посетить телеграм-канал данного магазина, паблик ВКонтакте или их официальную страничку в Инстаграм. Все ссылки я, разумеется, оставлю в описании к данному ролику. А если же вы проживаете в городе Уфа, то сможете приобрести товар по старинке, посетив их магазин по адресу улица Иркутская, дом 48Б. Покупайте качественные вещи, друзья, и играйте в баскетбол еще лучше. Спасибо вам за ваше терпение. Приятного просмотра. Поехали. Гэри Пейтон II – настоящий пример суровой трудовой этики и веры в себя. Парень на протяжении долгих лет пытался вытоптать себе дорожку в НБА, и путь этот был очень трудным. Для более подробного ознакомления вы можете посмотреть ролик на нашем канале про историю Гэри Пейтона II. Но если резюмировать конкретно нынешний сезон, который для него, к слову, еще не закончен, то назвать его успешным равносильно тому, чтобы ничего не сказать. Гэри проявил себя как нельзя лучше, показывая шедевральную защиту, благодаря которой он и запомнился многим фанатам НБА. Этими умениями он даже немного напоминает своего легендарного отца, в особенности своей цепкостью и неуступчивостью. В регулярном сезоне Пейтон за 17 минут в среднем набирал 7 очков, полтора перехвата и 3,5 подбора. Гэри идеально вписался в защитную систему ГСВ, но при всем этом не стоит забывать и о его возможностях в атаке. Да, он не самый талантливый парень, мягко говоря, но его энергия, его игра при транзишенах, его великолепный атлетизм, в котором он уж точно обогнал своего отца, этого у Пейтона не отнимешь. Парня очень хотят сохранить, да и он сам мечтает остаться с воинами, командой, которая поверила в него. К тому же ГСВ имеют на него права Берда и могут подписать его поверх потолка зарплат, дав контракт примерно на 2 или 3 года и 13-15 миллионов долларов. С другой стороны, существует вероятность того, что гораздо более выгодные предложения могут прилететь ему извне, поэтому и утверждать о чем-то на 100% здесь было бы опрометчиво. Такой парень пригодится любой команде в НБА, жаль только, что ранее в нем такой прыти никто не замечал. Следующим топовым свободным агентом в нашем списке становится Анферни Саймонс. Еще одно открытие этого сезона и безусловная надежда для Портленд Трейл Блейзерс. 22-летний атакующий защитник получил существенные минуты в минувшей регулярке, во многом из-за травмы Лиларда и его последующего пропуска сезона, а также обмену СиДжей Макколума. Именно этот молодой человек стал главным лидером коллектива Рип Сити. Анферни сыграл в 57 играх, в среднем набирая по 17,5 очков, 4 ассиста и 2,5 подбора, реализуя свои броски с процентом 44,5 и великолепным процентом с трехи равным 40,5 пунктом. Если учесть, что парень выбрасывал почти по 8 трешек за игру, такой процент стоит считать очень многообещающим. Сказать, что Анферни талант, ну это просто плюнуть в воздух. Человек ворвался, удивил своей игрой, но к сожалению получил травму колена и не смог доиграть регулярку до конца. Однако, уже потому что мы видели, можно сделать некие выводы. За парня будут бороться как минимум несколько клубов в лиге. Другое дело, что Саймонс, в отличие от того же Пейтона, является ограниченным свободным агентом. Для справки, ограниченный свободный агент в НБА это тот игрок, чей родной клуб может перебить абсолютно любое предложение извне и оставить его у себя. Иными словами, если Сакрамент Тэк Кингс выдаст ему контракт на 4 года и 80 миллионов долларов, а Портонс согласится его повторить, то Саймонс останется дома, даже невзирая на его мнение по этому поводу. Довольно простенько объяснил, но я не считаю себя таким уж экспертом, да и думаю, что мой канал смотрят не только специалисты и профессионалы по НБА, так что не нужно смеяться. В общем, посмотрим, что из этого выйдет, но моя ставка на самом деле, что Анферни все-таки останется в Портленде. Колин провел очень короткий сезон ввиду ужасной травмы колена, если точнее разрыв мениска. Такая травма на самом деле может укоротить общую продолжительность в принципе всей карьеры того или иного игрока. Но зная Колина Секстона и его бойцовские качества, он вернется еще сильнее. Секстона стоит оценивать все же по сезону 20-21, который стал для него просто прекрасным. 24 очка, 4,5 ассиста и 3 подбора в среднем, с общим процентом реализации в 47 пунктов и 37% реализации за дуги. Секстон очень энергичный игрок, с хорошей индивидуальной защитой и временами потрясающим скорингом. Он все еще молод, ему нет и 25, так что на парня могут претендовать множество команд НБА. Ценный актив, будущее которого в Кливленде все-таки несколько туманно, учитывая, что его дуэт с Дариусом Гарландом до сих пор вызывает некоторые вопросы. А стоит ли игра свеч? Колин также ограниченный свободный агент, но далеко не факт, что Кавалерс захотят повторить любое предложение, которого могут пульнуть в него извне. Кливленд молодая франшиза, имеющая сразу несколько прекрасных молодых талантов и далеко не факт, что они на 100% нуждаются в Секстоне. С другой стороны, заполучить игрока задней линии такого уровня в ближайшее время у них вряд ли получится. Это безусловно непростой вопрос для менеджмента клуба и в принципе непростой вопрос для самого игрока. Остается лишь следить за ситуацией и пожелать Секстону скорейшего выздоровления. Очередное открытие минувшего сезона. Опять-таки, этот год позволил нам лицезреть немало таких игроков, которые раскрылись именно сейчас, выступая в лиге на протяжении довольно продолжительного времени. Джеллен Брансон один из них. Уже 4 года в ассоциации и тот прогресс, который он продемонстрировал на протяжении этих лет, действительно впечатляет. Можно назвать цифры по регулярке в 16 очков, 4 подбора и 5 ассистов. Но вот если перейти к его статистике в плей-офф, тут вообще можно поаплодировать. Второй плей-офф в карьере. 18 игр. 35 минут в среднем и 21,5 очко. 4,5 подборов, 3,7 ассиста и почти один перехват. Уверенный процент реализации с игры в 47 пунктов и минимум потерь. Это то, что выделяет Брансона. Его скиллсет нельзя назвать каким-то удивительным. Однако, он второй игрок в команде Dallas Mavericks, который умеет создавать бросок для себя сам, разумеется, после луки Дончича. Джеллен опять-таки ограниченно свободный агент. По слухам, парень рассчитывает на контракт, схожий по условиям с контрактом того же Фреда Ван Влита из Торонто Репторс, на 4 года и примерно 80-85 миллионов долларов. Но стоит ли Далласу идти на такое, учитывая, что перспективы Брансона на становление звездой лиги, мягко говоря, шаткие? Дончичу определенно нужен второй звездный игрок, по типу того же Брэдли Билла, например. Человек, который готов набирать много очков с получения, без зависимости от розыгрыша мяча. Брансон же пока не дотягивает до такого уровня, но нужно сказать, что он еще довольно молодой. В новом сезоне ему исполнится лишь 26, что также является плюсом при его подписании. Опять-таки, вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Но Джеллену удача получить жирный контракт, он его безусловно заслужил. Один из главных претендентов на лучшего прогрессирующего игрока минувшей регулярки. Человек-хайлайт и прекрасный атакующий персонаж. Майлз Бриджес. Майлз добился сумасшедшего буста своей статистики в сезоне 21-22. 13 очков, 6 подборов и 2 асиста сезоном ранее, а сейчас в среднем по 20 поинтов, 7 подборов, 4 асиста и 1 перехват за Шарлотт. Майлз, безусловно, очень классный офенсив плеер, однако вопросы вызывает его игра именно в обороне. Шарлотт необходимо работать над этим аспектом, но переподписывать Бриджеса они захотят 100%. Проблема здесь в том, что парень рассчитывает на самый максимальный контракт, который только может получить по условиям лиги. Стоит ли Хорнет забивать свою платежку или же пойти по иному пути? Хотя также стоит учитывать, что несмотря на значительный рост Шарлотт как организации, звезды до сих пор не шибко хотят идти туда. Поэтому Бриджес объективно лучший вариант из возможных для организации Майкла Джордана. Как-то так. Уф, ребята. Джеймс Харден, бывшая суперзвезда НБА, один из самых популярных игроков лиги и на пятом месте. Но думаю, что вы разделите мой выбор, учитывая в какой форме находится Бородач прямо сейчас. Человек полностью растерял свой быстрый первый шаг, что сделало из него уже игрока скорее второго плана, нежели первую звезду франшизы, претендующую на высокие позиции в лиге. Харден провел сезон не очень хорошо, мягко говоря. Мыльная опера с Нец завершилась обменом Филу, в которой у него поначалу все складывалось даже неплохо. Но в плей-офф лишь пара крутых матчей могут выделить его выступления на фоне общих результатов команды. Филадельфия вылетела, а Харден, который мог брать игру на себя из-за проблем имбита, не справился с возложенным на него грузом. В целом в плей-офф он набирал 18,5 очков, 8,5 ассистов и почти 6 подборов. Но 40% реализации с игры, камон, это конечно не то, чем стоит хвастаться в данном случае. Джеймс определенно талантливый игрок, но на данный момент ему уже почти 33. К слову, свободное агентство Хардена здесь имеет скорее условный характер. На 99% игрок захочет остаться в Филадельфии, но этот 1% позволяет мне запихнуть его в данный список. Борода имеет ту самую удобную опцию игрока, благодаря которой способен сам пролонгировать свое внушительное соглашение с Сиксерс на только вдумайтесь, 47,5 миллионов долларов за сезон 22-23. Это просто жесть. Однако стоит учитывать другой момент, как раз тот момент, почему этот 1% может произойти в теории, как минимум. Джеймс может продлить контракт на этот год, но тогда впоследствии он получит максимальное продление на 4 года и лишь 223 миллиона. Если же Борода выходит на рынок сейчас, он может рассчитывать на 5-летние соглашения и сумасшедшие 270 миллионов долларов. Другой вопрос, а кто даст ему такой контракт? Учитывая, что под конец этого самого соглашения Кардену будет уже 38 лет. Но в жизни всякое случается, а в НБА существуют такие команды, как Сакраменто, Кингс. Ну в общем, любят принимать в НБА отвратительные решения. А деревянную медаль нашего списка получает центровой Феникс Санс Де Андре Эйтан. Здесь все гораздо интересней. По последним слухам, Де Андре все-таки больше склоняется уйти из организации, потому что те сомневаются в том, чтобы давать игроку максимальный контракт. В этом сезоне Эйтан выступил даже результативнее, чем в прошлом году, но результаты команды были разочаровывающие. В плей-офф, разумеется. Эйтан набирал по 17 очков 10 подборов в регулярке и по 17 очков и почти 11 подборов в плей-офф, демонстрируя стабильную защиту в краске и некий небольшой, но все-таки прогресс в нападении. Как я уже сказал ранее, Де Андре хочет получить контракт на 5 лет и 177 миллионов долларов, что является максимумом, учитывая правила лиги. Феникс сомневается в целесообразности данного действия. Поэтому даже несмотря на то, что Эйтан, как и многие другие в данном списке, является ограниченным свободным агентом, если кто-то даст ему такой контракт, Санс вряд ли будет повторять такое предложение. Поэтому, на мой взгляд, пути Де Андре и Феникса разойдутся уже в этом межсезонье. Вот увидите. Ох, ребят, как же много слухов вертелось вокруг Брэдли Билла на протяжении последних трех, а то и четырех лет. И вот сейчас тот самый момент, когда Билл максимально близок к переходу в другую команду. Дело в том, что игрок этим летом может воспользоваться опцией игрока и принять продление Вашингтона на следующий сезон и 36,5 миллионов долларов. Но делать он этого, конечно, не будет. А почему? А потому что Биллу уже 29. И этот зрелый игрок, который уже успел выступить на матче всех звезд, может получить по всем законам НБА максимальное пятилетнее соглашение на 248 миллионов долларов. Это сумасшедшие деньги, но нужно сказать, что, скорее всего, Вашингтон может дать ему такой контракт. Учитывая, что перспективы команды на данный момент крайне туманны, Билл всегда был лояльным организацией. Он регулярно говорил, что хочет выигрывать именно в Вашингтоне. Никогда не лицемерил. Уверяя, что такие огромные деньги также великолепный бонус, чтобы остаться. Но опять-таки, даже несмотря на то, что другой клуб лиги не может предложить ему такие бешеные бабки, опять-таки, по правилам лиги, он может пойти на понижение в деньгах, если хочет бороться за перстни. Знаете, говорят, что чемпионское окно Джоэля Эмбида очень короткое. Так вот, у почти 30-летнего Брэдли Билла времени как будто еще меньше. Выбор тут простой. Деньги или борьба за титул. Вот и глянем, что для Брэдли важнее. Так или иначе, осуждать его за любой из этих выборов нельзя. Это уж точно. Зак, Зак, Зак. Потрясающий игрок во всех смыслах. Парень, достигший внушительного прогресса, выросший из обычного данкера, прекрасного скорора и одного из лидеров своей нынешней команды, Чикаго Буллс. В этом сезоне Чикаго приятно удивили лигу, и даже несмотря на ранний вылет из плей-офф, достигли очень хороших результатов. Здесь, конечно, вмешались травмы и другие факторы, которые коснулись, между прочим, и самого Лавина. Несмотря на это, в регулярке он набирал свои 25 очков, 4 подбора и 4 ассистов в среднем. В плей-офф же показатели снизились до 19 поинтов, 6 ассистов и 5 подборов, но там были проблемы, связанные с небольшими повреждениями, да и в целом Чикаго противостояли предыдущие чемпионы лиги во главе с Янисом. А для Лавины этот плей-офф был первым в карьере, что тоже нужно учитывать. Колено дало о себе знать, и из пяти матчей он сыграл лишь в четырех. Тем не менее, к новому сезону он будет готов. Ему лишь 27 лет, что является самым рассветом сил для баскетболиста в НБА. Он один из немногих в этом списке, неограниченно свободный агент, что дает ему огромную свободу в этом межсезонье. Конечно, Заку очень хотелось бы получить максимальное соглашение на 212 миллионов и 5 лет от Чикаго, но на парня, помимо быков, претендуют по слухам такие клубы, как Лейкерс, Блейзерс, Меврикс и Хоукс. У кого-то для этого есть все возможности, как, например, у Далласа, если они не будут продлевать того же Брансона. Кто-то может добиться этого обходными путями, как, например, Лейкерс, если Леброн подключит свои генерально-менеджерские таланты. Факт остается фактом. Лавин – ценный игрок, и его хотят очень многие. Интересно, лично мне было бы посмотреть на него в Далласе. Он как раз игрок, который может играть без мяча, простите за тавтологию, может скорить и прилично помогать Луки. Проблема тут, конечно, в защите, но это уже тема для других роликов. В общем, вероятность того, что Чикаго его сохранит, действительно велика, но соблазн сменить команду тоже немал. Посмотрим, что же все-таки выберет Зак, и где будут его таланты в следующем сезоне. Ух, ну вот мы и дошли до, безусловно, самого талантливого игрока из списка свободных агентов этого межсезонья. Как бы вы к нему не относились, давайте будем объективными. Ирвинг провел очень странный сезон, пропустил большую часть игры в регулярке и провалил плей-офф на пару с Дюрантом. Однако, он сам очень сильно хочет остаться в Бруклине, чтобы играть с Кевином и решать проблемы наравне с ним и менеджментом команды. Другой вопрос, что Бруклин не хочет давать Ирвингу новый долгосрочный контракт. Конечно, сейчас у него есть та самая опция игрока, которую он на 90% продлит. Но вот дальше совершенно не факт, что нет захотят его оставлять на долгосрочную перспективу. Отсюда может возникнуть конфликт уже сейчас, что подтолкнет лучшего дриблера лиги выйти на рынок этим летом, отказавшись от своей опции. Справедливости ради, максимальный контракт ему даст абсолютно любая команда лиги, у которой просто есть такая финансовая возможность. Камон, это мать его Кайри Ирвинг. Да, со странностями, но его таланты неоспоримы. За 29 матчей в регулярке парень набирал по 27,5 очков, 4,5 асиста и почти 6 подборов. В плей-офф против Бостона стата, конечно, была хуже. Но если спустить это все на самотек, спустить это все на случайность, представить, что Ирвинг вернется сильнее, чем не стоит сомневаться, то это один из сильнейших, индивидуально сильнейших игроков НБА. Ему только 30 лет, так что вариантов тут может быть предостаточно. Тем интереснее, чем же все-таки закончится очередная мыльная опера от Кайри Ирвинга. Ну а на этом все, ребят. Это те самые парни, которых я считаю наиболее интересными потенциальными свободными агентами этого лета. На самом деле добротных игроков, которые выходят на рынок, очень много. И если вы захотите, например, увидеть вторую часть разбора уже про менее известных, но все же значимых парней из НБА, я обязательно ее выпущу. Все зависит только от вашей активности. Пишите в комментариях, кого и где вы бы хотели видеть. Ваши прогнозы на это межсезонье. Будет очень интересно почитать. А я читаю, между прочим, каждый ваш комментарий. Не забывайте, пожалуйста, и про наш телеграм-канал, друзья. Давайте все-таки добьем 400 подписчиков в ближайшее время. Мне будет очень приятно. А на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. Любите баскетбол. Услышимся в новых видео на канале. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok